Драма «Аритмия» Давай хотя бы на время, хотя бы на несколько дней перестанем его уничтожать. Главный герой фильма «Аритмия» – врач скорой помощи Олег. Он ответственно подходит к своей работе и мчится, сломя голову на очередной вызов, бросив все свои дела. Он знает, что каждая минута его задержки может стоить кому-то жизни. Самое важное – спасать жизни, а остальное может подождать. И семья в том числе. Только вот в погоне за здоровьем пациентов семейные отношения начинают разрушаться. Жена подала на развод, да и в больнице появился новый начальник. И кто знает, какая задача легче – спасать других или спасти себя. Поводов гордиться работами наших кинематографистов хватает. Сегодня в прокат выходит захватывающий и вместе с тем очень масштабный блокбастер «Салют-7». Фильм расскажет о настоящих героях, которые спасли гигантскую орбитальную станцию и невредимыми вернулись на Землю. Причем это не бурная фантазия сценаристов, это реальные факты из жизни. Космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы Центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательных экспедиций. Космический экипаж должен найти мертвую станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбы неуправляемого железа. Суждено ли двум космонавтам предотвратить возможное падение станции на планету? Нельзя быть всегда хорошими, но раз нужно показать свою темную сторону, что и сделал великий Том Круз. В фильме «Сделано в Америке» он исполнил роль не героического спасателя нации, а безостенчивого злодея. И причем он потрудился на славу. Он лично выполнил несколько авиатрюков. И причем справился с этим потрясающе. Вот это я понимаю. Суперзвезда. Надо кое-что кое-куда доставить. А это законно? Если работать на хороших парнях. Главный герой ленты сделан в Америке, пилот Барри Силл. Он был самым юным пилотом Боинга 747 в США, а уже через несколько лет стал одним из богатейших людей в Америке. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы, роскошные блондинки, крутые тачки. Он обладал талантом делать деньги из воздуха. Не знаю, насколько следующая новость обрадует мальчишек, но девчонки точно будут в восторге. Игрушечный герой из коллекции «Моя маленькая пони» уже сегодня можно увидеть на экранах кинотеатров. Будьте помоложе, я бы, наверное, этому обрадовалась. Но, а пока призываю всех, сходите посмотреть этот шикарный мультик. Нам нужна помощь, чтобы спасти Эквестрию. Что здесь происходит? Красочная сказка о персонажах знаменитой кукольной серии «Милых пони», живущих в стране Эквестрии. Местные жители не знали бед, пока на них не напала армия злобного короля Шторма. Шесть друзей пони вынуждены покинуть дом и отправиться в путешествие, полное чудес и опасностей. Им предстоит покорить волшебные горы, погрузиться в подводные миры и даже оказаться на летучем пиратском корабле.